Я немножечко, с позволения Владимира Ивановича, сделаю отступление. Это не мой доклад, это вот как бы в догонку к старческой астении. Потому что это, когда я готовилась к своему докладу по поводу, по инсульту, в общем-то это очень важно различать, поскольку при госпитализации часто бывают тяжелые состояния, связанные именно со старческой астении, которую ошибочно воспринимают как инсульт, и с диагнозом ОНМКАД под вопросом госпитализируют в стационар, в сосудистый центр. Здесь врачи разных специальностей, в том числе врачи скорой помощи, неврологи поликлиники и врачи стационара. Так вот, старческая астения на популяционном и клиническом уровне характеризует функциональный статус и состояние здоровья, а не болезни, позволяет выявлять пожилых, находящихся в группе риска развития неблагоприятных исходов. Это, конечно, не совсем, так сказать, к консульту по теме, но я все-таки позволю себе эти слайды рассказать. Так, как листать. Игорь, поможете. Вот фактор формирования старческой астении, возраст, женский пол, низкий уровень образования, одиночество, который задавал Владимир Иванович вопрос, сердечно-сосудистые и другие заболевания. Клиническая картина старческой астении с снижением массы тела не менее чем 4,5 кг в год, низкий уровень двигательной активности, уменьшение мышечной силы, вырученная саркопения, когнитивные расстройства, снижение мотивации, утрата прежних жизненных интересов, нарушение походки, замедление скорости, неустойчивость, укорочение шага и шарканье, падение, когнитивный дефицит, нарушение зрения, медикаментозные препараты, переломы и травмы, чувство страха возникновения повторных падений. Пожилые люди стараются не выходить из дома, что приводит к увеличению зависимости от близкого окружения, увеличению нагрузки на родственников и, опять же, к уменьшению своей двигательной активностью и, в общем, по закону обратной связи, еще боли становятся одинокими и грустными. Старческая остыня – это характеристика здоровья пациентов старшего возраста, которая отражает потребность в постороннем уходе, имеет внешние признаки и определяет сочетанием пяти показателей, в том числе это выраженная утомляемость, замедление скорости передвижения, значительное снижение физической активности и при наличии трех и более симптомов, это, значит, старческая остыня, одного или двух симптомов старческой приостыни, данные взяты из журнала по геронтологии 2004 года. Последствия тоже нам всем известны, и, в общем-то, часто достаточно пациенты со старческой остыни поступали в отделение острых нарушений мозгового кровообращения, которым, в общем-то, я заведовала достаточно долгое время, поэтому я считаю необходимостью, в общем-то, эти слайды вам показать. Все пациенты старше 65 лет оцениваются на леческой и старческой остынии и направляются к терапевту и гериатру. Проводится комплексная гериатрическая оценка и оценка функционального физикального статуса и показателей психического здоровья. Неплагоприятный прогноз жизни преимущественно определяется наличием и тяжестью сопутствующей патологии, а в более старшей возрастной группе существенно возрастает и значимость старческой остынии. Выявление остынии и ее ведущих симптомов это разработать индивидуализированный план ухода за человеком пожилого и старческого возраста, что позволяет максимально продлить долголетие и, возможно, более активный форму избегать полипрагмазии, высоких доз препаратов, при нарушении сна принимать препараты и гигиенические мероприятия по восстановлению сна при тревожно-депрессивном синдроме, целевообразное применение ингибиторов обратного захвата серотонина, при снижении массы тела энтеральные смеси, коррекция дефицита витамины D и кинезотерапия. Важнейшее направление медицинской помощи в пожилом и старческом возрасте это предупреждение, контроль пищевого рациона, физическая активность, профилактика атеросклероза, избегать одиночества, купировать боль, выполнять физические упражнения не менее 150 минут в неделю, как нам сказал предыдущий докладчик, и регулярные медицинские осмотры. Следующую презентацию, пожалуйста. Очень трудно выступать на тему инсульта после академика, Владимир Иванович, но тем не менее, в общем, я постараюсь затронуть несколько другие аспекты. В основном доклад посвящен ишемическому инсульту, тем не менее, поскольку у пациентов пожилого и старческого возраста 90% занимает ишемический инсульт, 10% — геморрагические инсульты. Это связано с тем, что геморрагические инсульты — это субархноидальное кровоизлияние, геморрагические инсульты. У пациентов связаны с аневризмами, с дефектом врожденным. Это, в общем-то, все в более молодом возрасте. Там цифра совершенно другая. У пожилых геморрагические инсульты связаны, кстати, часто с приемом варфарина, с осложнениями коагулянтной терапии. Ну и с другими причинами, конечно, в том числе. Но мой доклад больше посвящен ишемическим инсультам. Значит, это несколько новая теория. Сегодня не произносились здесь эти данные, что сейчас рассматривают связь риска сердечно-сосудистых заболеваний с длиной теломер. Это такие концевые участки на хромосомах. И их уровень, их, так сказать, длина связаны с продолжительностью жизни. У пожилых пациентов длина достаточно маленькая. И сейчас эту теорию достаточно подробно и активно изучают. И считают, что это влияет на генетику, что влияет на диабет, на курение, на факторы воспаления. И также факторы воспаления влияют на длину теломер и, соответственно, на дальнейшее развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Но это теория, которая сейчас звучит как новая, поскольку была защищена Нобелевская премия в 2009 году. И продвинутые центры, в общем-то, стараются по всему миру измерять у пациентов, особенно кто финансово способен это делать, и пытаются корректировать эту ситуацию. Пока достаточно достоверных исследований не получено, но, тем не менее, поскольку докладчики предыдущие не говорили об этой теории, я считала необходимым об этом сказать. Раньше пожилой человек был близкий 50 лет во времена Даля. Чуть позже старый человек, кому под 60-е более, сейчас граница эта сдвигается ближе к 75 лет и дальше, тем более с учетом нашей программы правительственной, государственной. То есть все должны быть бодры и веселы до 75 лет как минимум. Значит, молодость тоже, по Владимиру, то есть во времена Даля, это вот до 20 лет, возраст вступления брак до 30, возраст выполнения общественных обязанностей до 40, познание собственных заблуждений до 50, последний возраст творческой жизни до 60, который сейчас, конечно, существенно расширен, благодаря эмоциональному интеллекту и познаниям новым в науке. Желанный возраст до 70, но это все было до времена, опять же, Даля, старости от 70, и сейчас все по-другому. Значит, благодаря, опять же, достижениям медицины и техники. В Древнем Китае другая ситуация. В желанном возрасте это нас очень устраивает. Значит, возрастные категории, согласно критериям ВОЗ, вот пожилой возраст 61-75 лет, старческие 76-90, долгожители 91 и старше. Не нашла я этот слайд к тому, где прекрасная Рита Реви Монтальчини в 104 года поднимает бокал с Мартини и говорит, что достижения в науке должны не только питать науку, но в то же время быть полезными для людей. В организме пожилого человека снижается скорость кровотока, замедляется всасывание лекарственных препаратов, снижается общий объем воды, синтез клатохоламинов, дофамина, постуральных рефлексов. Снижается чувствительность постуральных рефлексов, могут отмечаться дегидратации, психические расстройства, гипонатриемии, гипокалиемии, церебральные тромботические осложнения, ортостатическая гипотензия. Высок риск возникновения лекарственных взаимодействий при одновременном приеме двух препаратов. Значит, 6% лекарственных взаимодействий, 5% лекарственных взаимодействий, более 10% препаратов, 100% лекарственных взаимодействий. Но на это все влияет, конечно, возраст пациента, скорость клубочковой фильтрации, полипрагмазии, сопутствующие заболевания, терапевтическая и шерца действия препарата. Наиболее частые нежелательные взаимодействия – это непрямая антикогулянт, сердечные гликозиды. То есть все те препараты, которые в достаточно большом количестве встречаются у пациента после 75 лет. То есть обычно, к сожалению, 5 и больше препаратов. Последствия старческой астении. Мы уже о них частично сказали. Основные причины сформирования зависимости от окружающих, в том числе последствия повторных нарушений мозгового кровообращения. Возраст ассоциированных заболеваний, заболевания сердечно-сосудистой системы Альцгеймера, сахарный диабет, онкологические заболевания, возраст ассоциированных состояния, связанные со старческой слабостью. Врачи-терапевты общей практики необходимо в условиях ограниченного времени сориентироваться в состоянии пожилого больного и определить тактику его ведения. Важно выявить лица пожилого возраста, нуждающих в экстренной госпитализации и проведение лечебных, медицинских, так и социальных мероприятий. В расчете на тысячу человек вы видите, на диаграмме показано, как меняются показатели по инсульту, инфаркт миокардопиферическим и периферическим сосудистым осложнением, то есть сосудистые заболевания в возрасте после 55 лет. То есть у неврологов существовало такое понятие молодой инсульт и пожилой инсульт, то есть инсульт классический. То есть молодой инсульт считался до 55 лет, и там совершенно другие причины развития инсульта и подтипы инсульта. И обычный инсульт, пожилой инсульт как раз после 55 лет. Значит, причина развития ишемического инсульта в 40% случаев этого пирога – это атеросклероз, кардиальная причина, в том числе и боли, в криптогенный инсульт – это молодой инсульт, 10% – это артрит, вазоспазм, диссекция – это тоже, в общем-то, 40% в основном для пожилого возраста характерный атеросклероз и кардиальная причина. Заболеваемость инсультом в Российской Федерации росла стремительно, но действительно, благодаря осуществлению этой программы нам повезло, что министр здравоохранения – невролог, и Вероника Игоревна, в общем-то, эти проверяют тщательно внедрение программы по сосудистым центрам, и действительно, сосудистые центры по стране работают. То есть сейчас эта цифра стабилизировалась, и в какой-то степени она уже пошла на убыль по осложнениям инсульта. Значит, у пожилого пациента анатомо-физиологические особенности – это атрофия нейронов, то есть был нейрон такой, как у профессора. Чуть-чуть отойдет. Да-да-да, очень громко, да, спасибо. Значит, атрофия нейронов такая, такая, как была продемонстрирована на слайде у извозчика-профессора. Был, как у профессора, стал, как у извозчика-профессора. Увеличение активности астроцитов и микроглии, дегенерации белого вещества, появление участков лейкорроза, атеросклероз брахиоцефальных артерий, особенности коллатериального кровообращения, большая чувствительность нейронов к ишемии, снижение нейропластичности. В общем-то, особенности коллатерального кровообращения имеют очень большую роль, поскольку это связано, даже если у пациента нормальный, развитый вилизиев круг, и есть эшелонированные стенозы, какие-то другие гемодинамические значимые бляшки, возможно, что небольшой инсульт пациент может и не почувствовать, если он в немой зоне находится, или это находится в затылочной зоне коры головного мозга. Вот такая достаточно частая, известная для вас картина, наверняка, лейкорроза. Это частая картина пациента после 55 лет с гипоинтенсивными участками в рогах боковых желудочков и гипоинтенсивными участками на МРТ. Наружная и внутренняя заместительная гидроцефалия тоже связаны с атрофией серого вещества головного мозга и базальных ядер. И достаточно часто встречаются повторные инсульты, то есть последствия перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, которые также приводят мозг в дефицитное состояние. Доминирующие факторы риска инсульта до 75 лет артериальной гипертензии, 36,4% сахарный диабет, курение. Более 75 лет артериальной гипертензии, мерцательная ритмия, значение сахарного диабета также возрастает. В клинике особенности течения инсульта у пациентов 55+. Инсульт протекает более тяжело, выше летальность, большая длительность госпитализации, нередко наличие остаточного дефицита после перенесенных ранее острых нарушений мозгового кровообращения. Кардиальные и респираторные нарушения случаются чаще, большее количество соматических осложнений. Значит, реперфузионная терапия влияет на растворение и введение альтеплазы предотвращает... Здесь просто немножко потеряла, в связи с тем, что здесь нет переходного слайда. Расскрещенная терапия, бывает термолизис, да? Значит, после термолитической терапии, это реперфузионная терапия, которая проводится в терапевтическом окне, то есть до 6 часов от момента поступления пациента. Но на реперфузионную терапию влияет атеросклеротическое изначальное поражение прохицефальных артерий, возможное увеличение частоты геморрагической трансформации инсульта у пожилого пациента. И пациента, и врачу всегда надо индивидуально принимать решение о реперфузионном лечении, даже если пациент по многим критериям задается от 20 до 40 вопросов родственникам и пациенту, если он в состоянии ответить. Если это принято решение, то надо анализировать комплекс данных, которые есть у пациента. По особенностям лечения, хуже функциональный исход, выше летальность, результаты ментоанализа, худшие результаты могут быть связаны с меньшей интенсивностью лечения пациента в данной возрастной категории. Оценка рисков нежелательных реакций, это данные 2010 года, статьи, то есть гиперлепидемии, количество лекарств больше или равно 8, пребывание в стационаре больше или равно 12 дней, прием противодиабетических препаратов, лекцитоз при поступлении. Вот по сумме баллов фактически побочные реакции есть у всех пациентов, которым больше 65 лет. Это вот эта статья. Значит, модифицированная шкала Рианкина данная за 3 месяца. Тут хорошо показано, что все пациенты до, значит, средней цифры одни, в возрасте до 80 и после 80, они существенно различаются, данные цифры и выход по этой шкале. Это по пациентам, которые подвергались тромболизису с альтеплазой и по пациентам контрольной группы. По проведенному исследованию делаются выводы, что прослеживается улучшение результатов пациентов, подвергнувшихся тромболизису. Нутривенная инъекция альтеплазы улучшает показатели пациентов, независимо от их возраста. У пациентов, получавших внутривенную альтеплазу, были лучшие результаты, чем у пациентов, не получавших лечения. Этот эффект не зависел от возраста. Это важный показатель. В частности, лечение пациентов старше 80 лет было таким же эффективным, как лечение более молодых пациентов. Все доказательства на сегодняшний день указывают на потенциальную выгоду для пожилых людей и нет априорной причины подозревать уменьшенный эффект от лечения по сравнению с более молодыми людьми. Кроме того, имеются обнадеживающие данные по безопасности, связанные с риском внутримозгового кровоизлияния. Возраст – это важнейший фактор. Инсульта, но у нас есть данные практические, что пациенту в любом возрасте возможно проводить и тромбоэкстракцию, и тромбоэлитическую терапию. В сочетании это наиболее эффективно, то есть тромбоэкстракция и тромбоэлитическая терапия, но это должно быть проведено в специализированном сосудистом центре. То есть очень важно выявить пациента с острым инсультом, то есть отличить от многих других осложнений, которые могут ложное подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения, госпитализировать и достаточно быстро действовать. Всегда лучше пожилого пациента госпитализировать, чем медлить, потому что это существенно ухудшает дальнейший прогноз промедления. В общем, время равно мозг, этот девиз остается, и важно использовать это время как в своей жизни, так и в жизни пациента во благо. То есть не бездействовать, не медлить. Продолжение следует...